Именно на этом пятачке собираются люди. Не пикет и не митинг. Здесь только те, кто купили квартиры в этих недостроях. Сегодня дольщики вновь у металлического забора. Люди опасаются, что останутся без квартир и денег. Фимозастройщик «Ивановская домостроительная компания» напрямую связана с холдингом СУ-155, который сейчас на грани банкротства. Многие люди даже вложили свои деньги, продав квартиры, допустим, меньшей габаритности, вложили деньги сюда в строительство. Сейчас живут на съемном жилье и вот, допустим, в четвертом литере. И что им ждать? Если стройка заморозится, это все. А у них дети. Строительство двух многоэтажек на тормозном шоссе началось в 2013. За два года «Ивановская домостроительная компания» возвела дома под крышу. Однако у одного из них до сих пор нет коммуникаций и внутренней отделки. Вторую многоэтажку планировали сдать к 2016 году. В Дядьково у этой компании есть еще и третий объект. Там успели залить только фундамент. Мы ютимся с семеро по лавкам в одной квартире. С бабушками, с дедушками. Мы должны были заехать второй квартал плюс три месяца на пересдачу 2015 года. То есть до 30 сентября нам должны были передать ключи. За металлическим забором мертвая тишина. Рабочих здесь не видели около месяца. Одинокую технику запорошила снегом вслед за финансовыми проблемами. Холдинга СУ-155. Проблемы возникли и у «Ивановской домостроительной компании». Сейчас, в настоящий момент, процедура банкротства никакая не введена. Подана в арбитражный суд Ивановской, насколько области я помню, о признании «Ивановской домостроительной компании несостоятельным банкротом». На настоящий момент эти требования не рассмотрены. Санацией СУ-155 займутся банки и коммерческие структуры. Ситуация под контролем федерального правительства. Выход же на местном уровне. Сегодня искали областные власти. У «Ивановской домостроительной компании» 8 объектов. Где-то готов только фундамент, где-то дома возведены под крышу. Работы на многих площадках остановились. Без квартир более тысячи дольщиков. «Сейчас мы разбираемся, что это за юридические лица являются объектами долевого строительства. Но задача министрам поставлена – удовлетворить все права граждан». На завершение строительства трех многоэтажек в Дязьково понадобится около 200 миллионов рублей. Чтобы возобновить работу уже в январе, правительство Ярославской области делает все необходимое. Дергей Коучин, Павел Локов. День в событиях.